Ребята, привет! Сегодня посмотрим под микроскопом на разные вещи. Вот так, например, выглядят пиксели, формирующие изображение на вашем экране, загораясь с разной яркостью в разных его частях. Чтобы их увидеть, не обязательно иметь микроскоп. Достаточно капли воды на экране вашего устройства. И если присмотреться, то в капле вы увидите эти самые пиксели. Капля, замечу, должна быть довольно объемной. Только в такой форме она будет работать, как маленькое увеличительное стекло. А сейчас вы видите на экране мой новый канал, на котором я начал выкладывать видео. Ссылка ждет вас под видео. Переходите, если интересно. Далее. Далее у нас идет нитка, вставляемая в иголку. Этот процесс часто нас выбешивает. Потому что он не прост, и видно там все очень плохо. Давайте разберемся, почему процесс такой непростой. Если ниточка тоненькая, то она в игольное ушко попадает легко. Как вы сейчас видите. Никаких проблем. Но если нитка толстая, или конец у нее немного неровный, то вставить ее в игольное ушко бывает непросто. Но действует старый проверенный метод. Если кончик нитки смочить слюной и повертеть в руках, то вставить его в игольное ушко будет гораздо проще. Хотя нитка все равно может цепляться ворсинками за края иголки и выбешивать нас. Выбешивать и выбешивать дальше. Вот так этот процесс выглядит при большом увеличении. Надеюсь, вам интересно. Если вы решили взять иголку в руку, то смотрите, не уколите палец. Потому как только в видео этот процесс смотрится занятным. Да. Не колите свои пальцы. Ну а мы возвращаем все на место. Кстати, сделать это можно только в видео. И переходим к следующему кадру. Попробуем разрезать нитку. Нитка под большим увеличением напоминает толстенный канат. И да, нож разделяет этот канат на ворсинки, на волокна. В видео мы можем сцепить его обратно. Да, клево выглядит. Для того, чтобы увидеть это самим, нужно увеличительное стекло или стереомикроскоп. Далее. Далее процесс заточки карандашей, с которым мы сталкивались миллионы раз в своей жизни. Если посмотреть на него поближе, то процесс станет интересней. И будет видно, как нож снимает стружку с деревянной оплетки карандаша из самого грифеля. Да. Выглядит это не так обычно, не так привычно. Если взять в руки точилку, то процесс будет еще интересней. В зависимости от того, какой формы карандаш, стружка будет принимать причудливые формы. Наблюдать за этим можно вечно. А если взять карандаш более современный, не деревянный, а пластиковый, то узоры будут ярче и еще интереснее. Будут напоминать вазы, цветы, всяческие причудливые фигуры. А это уже пайка. Думаю, не все ее представляют именно так. Под микроскопом она выглядит гораздо интересней. Брызги и пары канифоли. Расплав металла поглощает другой металл. Канифоль кипит на металле. И идет дым. Но это не совсем дым. Это именно пар канифоли. Кстати, если будете паять, дышать им ни в коем случае нельзя. Провод уже покрыт припоем. Но давайте еще понаблюдаем за этим процессом. Как оловянный припой покрывает медный провод. Под микроскопом все выглядит совсем иначе. Можно взять в руки паяльник, большое увеличительное стекло и попробовать повторить этот опыт. Он не опасный. Но, повторюсь, дышать канифолью нельзя ни в коем случае. Следом за пайкой идет процесс сверления. Тоже привычный, тоже часто встречаемый. Но при большом увеличении видно, как сверло выгрызает части металла. Как образуется стружка. Как она разлетается от сверла. Да, красота страшная сила. Все-таки увеличительное стекло или микроскоп, или хороший зум на видеокамере способен показать мир совсем по-другому. А вы как думаете, насколько это интереснее, чем просто сверление? Напишите в комментариях. Мне очень интересно. А также, видели ли вы этот процесс в таких подробностях, как мы его вместе видим сейчас. Не забудем и о девчонках. Вот так приблизительно выглядит процесс нанесения лака на ногти. Вроде бы простой, но при увеличении выглядит уже не так обычно. А вот еще один процесс, более знакомый девчонкам. Вот так расползаются колготки, пускают стрелки, если зацепятся за что-то острое. И напоследок, наверное, самый простой, самый обычный и самый красивый при увеличении процесс. Зажигаем обычную спичку. И если приглядеться, видно, как из древесины начинает сочиться смола, обгорать. И как все это чудесно происходит. Да! За огнем можно наблюдать вечно. И вечно можно наблюдать не только за камином, но и за обычными спичками. Все-таки процесс великолепный. На этом все. Подписывайтесь на канал и в комментариях пишите, что еще хотите видеть на канале. Пока!